Я представлю гостей. Юрий Луценко, советник президента, один из лидеров избирательного блока Петра Порошенко. Вечер добрый. Вадим Рабинович, представитель оппозиционного блока. Добрый вечер. Я готов с вами сегодня о многом поговорить, в том числе, наверное, главная новость, главное событие. Это отставка министра обороны. Давайте сделаем это чуть-чуть позже. Заявим сейчас тот сюжет, который сняли наши корреспонденты, вот там вот на второй площадке. Собственными глазами они увидели, как живут шахтеры вместе с ними спустились за бой. Ну, и вот что увидели. Ну, вот такая ситуация. Сколько там? Шесть месяцев без зарплаты. Вы могли себе вообще представить, что такое возможно сейчас, ну, не на оккупированной территории, не на территории, которую боевики удерживают, пусть и в буферной зоне, но на территории, которая является украинской, которую контролируют украинские власти? Ни, насправді буферная зона – це зона, в якій немає украинских військ, а отже є небезпека для життя будь-якого із украинських представників влади. Чи то військовый, чи цивильный. Тем не менее, после этого сюжета я буквально сегодня связываюсь с губернатором Луганской области, генералом Москалем, и уверен, что гуманитарная поддержка через продукты хранения – это все еще заедет. Мы еще и не узнали, что государственная шахта, мне говорят, мы с вами говорили. Если это государственная шахта, я завтра связываюсь с министром энергетики, и думаю, что регулирую мои вопросы о выплате зарплаты. Там, где нет боевиков, деньги должны быть получены. Там, где есть боевиков, выплата пенсии или зарплаты, я просто финансировал террористы, потому что они их сразу забирают. Мы знаем по этому случаю. Их, на жаль, очень много. Вы знаете, я как раз об этом хотел спросить. Дело-то ведь не только в этой одной шахте. Дело в том, что наверняка огромное количество предприятий в такой же ситуации. Вы знаете, я сейчас езжу на Востоке много, и вот сейчас с понедельника опять еду по Востоку. Что я хочу вам сказать. Наш дом горит. Мы должны это увидеть. В Киеве это не так видно, не так ощущается. Наш дом горит. В нашем доме пожар. Наш дом рушится. Люди задают очень много вопросов. Люди озлоблены. Они задают вопросы, например, к премьер-министру, который сказал, что я не дам денег на восстановление Донбасса и Луганска. Мне задавали вопрос, Юрий Тякович, по нашему опросу национальному интервью, когда вы сказали, что там, где нет украинского флага, мы тоже не будем давать. Они говорят, а мы боимся. Вы обязаны нас обеспечить. Вы должны были нам дать мирную жизнь. Вы, государство, обязаны были нас... А теперь что вы от нас хотите? А теперь как нам перезимовать? А теперь как нам жить? Они боятся и нацгвардию, и боевиков. Они боятся всех. То, что я сейчас увидел, слышал, я хочу вам сказать. Нам надо немедленно как-то остановиться. Немедленно. Мирный план, правильно, любой. Вот немедленно остановиться. Но у них есть другой вопрос. Сейчас назначили Кихтенко генерал-губернатором туда. Скажите, задут вопрос, а почему? У него что, опыт созидания есть? У него есть опыт... Там надо сейчас строить, там надо срочно какие-то находить дипломатические рычаги, а совсем не военные. Люди в ужасе от того, что там происходит. Мы должны увидеть, что это разбрасывается дальше. 350 тысяч сегодня опубликовали точно уже данных, без тех, что разъехались по домам, оттуда уехали людей. Их здесь тоже не любят. Давайте правду скажем этих беженцев. Это на волонтерах, на героях это все держится. Государство сегодня не выполняет свои функции. Ни защиты людей там, ни защиты людей здесь, ни убежавших людей. И как они будут жить эту зиму? Вот это только вы увидели. Ведь смотрите, я сейчас вижу великолепный рычаг, как спасать. Надо показывать Юрию Витальевичу каждый раз, что там происходит. Он будет давать команду, будут спасать. Но это тяжело каждому спасти так. Надо какие-то общие мнения принимать. Павел Владимирович, давайте не будем иронизовывать. Бо я знаю ситуацию не с телеэкрана и не с горы. У меня сын стоит под Донецким аэропортом. А я очень серьезно говорю, вы приняли хорошее решение, сошли каких-то хотя бы один шаг. Я не первый, правда? Я наоборот, я сподержу. Мой сын служит под Донецким аэропортом. Я точно знаю, что происходит и в Донецке, и в Луганской области, и в вольной части в окупованной. Тому, скажу отверто, давать гроши, как пропонует ваша партия, пенсии, зарплаты в окупованную частину, это означает, что банкоматы тут же разломают, а сепаратисты пробовали, ломают и забирают гроши. Бабцы всадят в автобус, отправляют через северский Донец, в вольную частину Луганщины, потом у них всех забирают гроши, деколи навіть бьют, а иногда даже убивают. Как выжить юрина? Тому грошей туди... А как им выжить? Скажите, пожалуйста, как им выжить? Гроши будут идти, гроши. Только там, где есть желто-блакитный прапор. Там, где его нет, после режима прекращения огня, и в этом есть заслуга президента, что он практически крымдебальцевый аэропорт прекращен, идут гуманитарные конвои с харчами и теплом. И еще одно остальное, будь ласка, не делите народ снова на Схид-Захид, потому что ваши партии уже поделились к этому. Поэтому, будь ласка, не скажите, что кого-то точно любят. Всех женщин, стариков, детей, которые бурно выехали в Украину, любят. А вот старшие человеки должны взять автомат в руки и защищать свой Донбасс. Никто за них все не сделает. И только так хуеться, иди на нации. Вот в этом я глубоко предупрежден. Знаете, я все-таки хочу ответить перед этим. Наш блок, я сам никогда не делили, не делим людей наоборот. Я считаю, что делят их те, кто говорят, что мы его там не будем восстанавливать. Вот это не люди, которые говорят, что они находятся в той зоне, где еще нет войск, ничего этого нет. Я считаю, что мы ответственны за всю Украину. От Львова до Донецка. От Харькова до какого-то другого. И каждый человек, который имеет украинский паспорт, его обязаны защищать государство Украина. Если оно не делает, оно преступление совершает по отношению к людям. И как вот смотреть стыдно на этих людей? Как не плакать на это все смотреть? О чем мы можем говорить еще? Мы бросили этих людей. Бросили, и мы ответственны за все, что у них происходит. Господин Аркадемович, ответственно. Простите, мы должны... Юрий Витальевич, простите. Мы должны прерваться буквально через несколько минут. Мы увидим заявление президента по поводу отставки министра обороны. Мы узнаем, что сказал глава государства по этому поводу. Юрий Витальевич, узнаем вашу версию, узнаем все, что творится вокруг. Мы должны прерваться на небольшую рекламу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы вернемся в эфир буквально через 7 минут. Вернемся в студию, вернемся к обсуждению. Президент только что говорил об отставке министра обороны. Вот прямо сейчас обсудим. Единственное, что я хотел обратить ваше внимание на экран. Это наши операторы подняли камеру на той нашей второй площадке в Луганской области. Вот он, украинский флаг. Это приятно, видите. Свежий вырешенный украинский прапор. Значит, как только его вывесили, мы видим наши складочки. Одно через несколько дней придет вся украинская финансовая помощь. Хорошо, давайте о министре обороны поговорим. Президент был немногословен. Как вы объясните эту отставку? Я хочу обратить вашу увагу, что за последний тиждень президент проинспектировал ряд військовых частин от Львова до Харькова. Ряд предприятий обороны сектора увидел, что все бронетанковые заводы работают через изменения. Все авторы М-завода, которые могут ремонтировать бронетехнику, я был, например, на заводе, который готовил артиллерию, также работает на полную мощность. Президент также обучил зону АТО, проинспектировал выполнение поставленных ранее задач. И поэтому сегодняшнее решение является закончением этого логического ряда. Он был не доволен, или он был доволен? Почему именно этот крок? Президент считает, что ГЛТ выполнил свою функцию. И сейчас должен прийти министр, перед которым будут поставлены и другие задачи. И эти задачи будут радикально иншими. Именно поэтому будет иншая... А можно перелечить с тислоякими? То есть в какую базу мы входим? Раньше мы стояли в фазе гостого протистояния с террористическим войском, а потом и с регулярной российской армией. В этой условии ГЛТ был призначен ранее. Для нас, как вы понимаете, было колоссальным вызванием входа регулярной российской армии. И генерал ГЛТ выдержал свою работу. На сегодняшний день президент считает, что необходимо поселить эту тему работе, Вы знаете, я рад тому, что заканчивается уже война, уже официально из уст мы слышим представителей президента. Я хочу сейчас уже, когда война заканчивается, извиниться перед людьми в Луганске, в Донецке, в Харькове, в Одессе, в Николае, везде, которые пострадали из-за этой войны, которые пострадали из-за некомпетентности правительства, которые пострадали в результате неумных действий правителей вообще. Я хочу вам сказать, что давайте вместе надеяться на то, что мы сумеем построить вот сейчас, вот после всего происшедшего, такую Украину, когда мы будем спокойно в Ишиланках гулять по Донецку, и львовяне будут гулять спокойно, где хотят, и донечане, где хотят, и опять вернется мир. И для этого, еще раз, надо просто остановиться, что мы уже вроде как сделали, подвести итоги войне, обязательно подвести итоги, назвать тех, кто в чем виноват. И самое главное, вернуться к нормальным экономическим программам, к нормальным программам, которые дадут, возможно, построить нормальную, сильную Украину. И не краснеть перед людьми, которым стыдно в глаза, смотри. Пане Владимире, все правильно сказано, кроме одного. Согласен. Выбачиться. И очень много из них в вашем списке. Смотрите. А тебе научиться извиняться за то, что Краину довели до войны. Я вам просписки, что хочу. Не согласен. Давайте все-таки отвечу. Давайте мы об этом не будем спорить. У вас будет возможность. Тогда надо в каждом списке извиняться, в том числе и в вашем. Это раз. А во-вторых, смотрите, если кто-то виноват, не мы с вами должны определять виновных. Это уже, знаете, мусорная иллюстрация. Пусть найдет, пусть у вас... Слушайте, вы назначаете генерального права права права. Я не отчуваю свою вину. Я знаю, и до вас не скажу. Вы знаете, да? До вас не скажу. Ну тогда о чем мы говорим? А на приклад. Я сейчас скажу. На приклад. Давайте на этой прекрасной ноте мы закончим. Вадим, будьте добры. Вы на этой прекрасной ноте закончим. Мы за единую Украину. Должна быть сильная страна. Вот самое главное. Хватит ссориться. Дом горит. Все, закончили. Надо пожать руки, поцеловаться и каким-то образом мерить меня. У меня есть возможность пожать руки. Вы сможете это сделать. Спасибо. Уходя из студии, спасибо большое за разговор. Мы должны продолжать. Спасибо, Юрий Витальевич. Спасибо, что были в студии. Спасибо, Вадим Урабинович.